Всем привет, друзья! Сегодня без веб-камеры играем командную игру. Выпала аренка, наконец-то поиграем командочку на аренке. Буду брать поляков, тут ребята берут рандомные цивилизации. Ну, видимо, они, может быть, играют в пати, либо уверены во мне, либо еще что-то. Ребят пока не разговорчивые, ничего не написали, но у нас с вами уже подходит потихонечку таймер. Поехали! Против нас татары, малейцы, португальцы, нам выпали бермизы. Да, не самая такая популярная цивилизация, но на арене ее очень даже можно разыграть. Я думаю, мы с вами побегаем ромбаями. У нас, конечно, когда-то давно был такой видос, но я думаю, что все равно будет интересно на то, как они реализуются. Если игра затянется, то я вижу там уже турка, малейца и португальцев. А, татары, блин, не турка. Турка, это у меня, наверное, да? А, нет, турка вообще нет. Ладно, показалось, значит. Да, да и в целом татар-то тоже, им нечем убивать эти. Да, татар без брони на альбарды, им нечем убивать слонов, поэтому есть вероятность, что я в этой игре просто слоников сделаю. Мне кажется, что это тоже может быть очень классной идеей. Так, еще один пуш. Да, с оленем все классно. Арена в целом, что, расслабленная кайфовая карта. Я сегодня выспался, у меня куча заряда, куча энергии, куча всего, и аренка как раз меня, наверное, немножко подуспокоит. Так, лес хороший, блин, тут лесопилка. На самом деле, сюда можно эту цеху сразу поставить, потому что там 4 на 4 тайла есть. Давайте, может быть, так и попробуем. Лесопилочку поставлю, типа, не самую-самую жадную, да? Не буду ее ставить туда. Ну, короче, есть такой момент, даже если лесопилку сюда поставить, какую-то часть деревьев вырубить, удалить этот и поставить ТЦ, то получится так, что ферма вокруг этого ТЦ будет сложно сеять. А так, ну, если вот эти пару тайлов здесь не прорубать, а... Ну, короче, нет смысла пытаться еще глубже его туда поставить. Вот, то есть той глубины, которая едет сейчас, ее будет прям идеально там хватать. Так, мы будем делать интересный какой-нибудь билд-ордер. Я думаю, я не буду затягивать с тем, чтобы сразу два замка поставить. То есть мы сыграем через один. Может быть, добавим экономику. И вообще интересно, как ребята будут от аромбайчиков на таком рейтинге отбиваться. Потому что все-таки это не супер-хай-левел. Ребята могут где-то и ошибиться. Возможно, мы аромбаем и очень большой урон ребятам... Очень большой урон ребятам нанесем. Ну и в целом, может быть, там вообще будут играть через какие-то монкраши, форварданки, фастымпы. И мне придется здесь неистово защищаться от всей этой агрессии, которая может быть. Так, четыре креста тут имеется. На ягоды все, как обычно, кстати, у меня есть бэк золота. И камень в целом тоже расположен ближе к бэку. Что, несомненно, хорошо. Так, выходим на ягоды. Тут все делаем красиво, здорово. Да, первый кабанчик, конечно, рановато сюда подбегает. Первый кабанчик рановато подбегает. Давайте, наверное, седьмого креста сделаем. Нет смысла сейчас добавлять на ягоды, потому что слишком много еды под ТЦ будет валяться. Давайте, наверное, восьмого. Хотя, на пол пути, нет смысла. Так, да, восьмого я, наверное, добавлю на еду, а потом пойдем на ягоды. Как-то вот так вот немножко в этой игре забалансируем. Апци будем с популяцией 25, наверное, ем. Ну, то есть, делаю просто хороший ранний билл, тем более, что, ну, у Бермиса эко-бонус не такой сильный, но он больше, чем у турка-испанца, за которых я обычно делаю этот билд-ордер. Ну, и в целом, да, эко-бонус у них такой, не самый плохой. Не самый плохой. По сути, дополнительные там 100 еды, поедя такой же бонус, как у Эфиопа. Нормально. Кабан решил, что скаут ему неинтересен. Что, что-то скаут какую-то хитрость тут задумал, бьет его зачем-то, зная, что он слабее. Наверное, заманить его куда-то хочет, эм. Не скликнул немножко. Так, ну все, нормально. У нас все подмонено. Сейчас подмонено. Сейчас все подмонено, надо будет где-то этот сделать. Где-то домик. А, я два дома поставил. Это просто ферма. Сейчас ее замутим. Еще один крест сюда выйдет, пока крестьян много лучше есть коровы. Будет проще расположиться вокруг. Ну, и здесь... Добавляем крестьян на лес. Вторую лесопилку ставить не будем. У нас планируется хороший городской центр. И я думаю, что нам в этой игре где-то аж поначалу... Блин, хотя, вторую-то цель. Не факт, что я его рано, да, поставлю. Ну, ладно, не так важно. Пока играем с одной лесопилкой. Наверх. Блин, или поставить вторую. Давайте поставим вторую. Посмотрим, как получится. Я надеюсь, мне хватит ресурсов. Если что, смогу не сеять ферма. Я думаю, что двух ферм должно хватить. Блин, какой пинг хороший. Прям пинг ЗБС. Так, да, надо было не выбегать скаутом. Против меня Малиец. Блин, давайте 26, наверное, сделаем тогда. Зато две лесопилки и популяция 26. Забежит? Забежал. Ну, еще и специально. Коинсайд. Мейк. Коинсайд. 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 Ну, тут он, по идее, минуссюр, он не должен. Волт. Хе-хе-хе. Друзей позвал. Ой-ей. Ой-ей. Я расчетал немножко, потом. Надо так ставить. Что-то ребята совсем не разговорчивые. Блин, я не люблю такое. Люблю, когда ребята разговорчивее. Что-то какие-то стратегии обсуждают. Настроены выиграть эти просто какие-то нулевые, да? Ноль слов. Ноль слов за все время, даже если не в патике играют. Будет так себе. Так, ладно, молит. Может, рано перейти, правильно? Я скаутом из-за того, что, блин, вот как это повлияло? Типа, было бы у меня на одну точку меньше, я бы сейчас мог бы почти фулово с ними разменяться. То есть, если я раньше апл... Я не знал, что они в ДЕ так умеют. Вот, соответственно, была бы возможность там как-то с ними разменяться. Что-то такое придумать было бы классно, здорово. А теперь по итогу он может просто даже кристалл не убить. Ну, то есть, даже если сейчас скаутом подерусь. Насчет того, что раньше апнуть. Все равно будет неприятно. Ну, если он где-то здесь побежит, я, может быть, его попробую поймать. Че здесь больше четырех тайлов, да? Блин, я даже не знаю, ну вот этот ворот мне не дадут построить, ну, не даст построить, когда он туда подойдет. Ой, а че-то я так много золота собрал. Блин, снизу золота так близко, можно было без шахты попробовать сотку собрать. Так, зеленый перешел. Ну, если не прибудет скаутами, то я расстроен, если честно. Ну, это, наверное, не так важно. Хе-хе-хе. Да, ну, ничего страшного. Надо было, может быть, не достраивать ворота, кстати, как вариант. Можно было не достраивать ворота, сразу домики наметить, потому что я мэйби-эйби буду строить. С другой стороны, сейчас можно просто починить их, и будет норм. Так, я камень продавал. На самом деле, немножко не идеально тут исполнил, у меня камня не хватит. Может быть, поэтому стоит даже с седьмого креста туда послать. Че мне подсказать, что не самые сильные ребята. Ладно, у меня, кстати, индутцы викинг, у них комбинашка хорошая, очень простая, ее будет просто исполнить. А потому оппонентов, наоборот, пойми, что они будут делать, да? У них португалец, малиец. Идея, агрессивно будут просто играть. Почему мне пять крестьян там получилось? Не понял. Можно апт на золото, конечно, нажать. Давайте попробуем вместо этого. Это нормально, я думаю, больше времени займет. Ну, в плане это. Что он быстрее сломает мне ворот. Они прям нормально, так я уже почти в замки перешел. То есть, по сути, я где-то за 45, ну, в сумме за 60 ресурсов убью скалку. Чем-то больше еще домики потратил, может, чуть больше. Ну, где-то примерно 60-70 ресурсов мне стоит убить этого скалку. Наверное. Ну, то есть, еще с учетом времени работы креста. Так, ну, что тут? На замок сейчас почти накапывает. Мы поставим его здесь, просто около ворот, около всего. Хороший замок, как мне кажется. Хотя, если я сейчас чинить не буду. Если я сейчас чинить не буду. Тут можно было и барак поставить. Точно тут же ресов много, заберу миссу. Чтобы было барак поставить, пику сделать. Хотя, наверное, это даже дороже, чем... Очень просто один раз в рот. Да, с камней снял, поэтому камушка сейчас будет мало бата. Я думаю, что мы сделаем как-то так. Барак не все равно, нужно на пику делать не будет. Ну, ладно. Nothing bad happened. Так, буквально до скольки? До 150. Хотя, не так быстро чинить, да? Так, быстро чинит. Можно было и до сотки починить. Я думаю, там хватило бы времени. Так, на золото мы теперь добавим вот таким образом, ребят. Барак есть, можно построить конюшенку. Делал найтс. Это очень хорошо. Там, не знаете, там, эти лансеры. Он за викинг оставит такой паровый замок, длиной. Это ошибка, такой не надо ставить. Ну, то есть, он же планирует им защищаться. Ему лучше было бы поставить этого здесь внутри, чтобы он большую зону охватывал. А так, а не просто вот здесь будет пробиваться. Этот замок будет вообще не уделать здесь. Так. Готово. Так, самое главное, конечно, это вот этот. Да, и семиферм нам хватает на производство крестьян. Поэтому можно особо не париться. Можно особо не париться. И мы, кстати, с вами пойдем к Покету, наверное. Даже не знаю, почему бы... Почему бы и нет. Так, сейчас построим... Блин, мы, конечно, туда не лец уже подрубили. Здесь не такое классное это место, да? Второ мы построим здесь эту цеху. Все равно построим тут эту цеху. Не знаю, может быть, не модно добавлять спитарду к рамбаям, да? То есть, лучше делать просто этих... Просто юнитов. Но... У меня есть ощущение, что это будет здорово. Так, ну... Наверное, пока за еду апгрей делать не буду. За еду апгрей делать не буду. Тут разведали. Внутри вроде никаких стен пока не видно. Да, там будем заходить. Так. Получается, бумит Малиец. Интересно, а что он вообще выйдет там? Давайте, может, посмотрим, что там как. Да, как я и говорил, что у викинга теперь вот здесь дырень будет. Потому что замок плохой. Поставь он его, допустим... Ну, где-то вот в эти 4х4. То есть, тут уже даже вот здесь не пробиться. То есть, тут да спустим. Вот этой бы стены бы уже похватало. Так, хорошо, что это скаут, а не этот. Хорошо, что это скаут, а не что-то другое. Ненавижу рамбаев. Как же мне не получается ими играть. Давайте сделаем этот универ. У меня такое ощущение, что без универа... Это как ручники без универа. Прям одно и то же. Просто одно и то же. Можно было, конечно, отпустить этого коня. То есть, подзабить тут у него немножко. Но нет. А что, они сейчас вообще плохо, да, сда не ломают? Вот смотрю, демиджа как будто вообще нет. Или у меня их мало, конечно, может быть. Демиджа прямо реально мало. Так, ладно. Давайте, наверное, может быть нам сейчас надо будет где-то под ПЦ забежать и так далее. Поэтому сделаем вот этот апгрейд. Или пока без брони. Кошка и стенам надо заказывать. Не пробью. И вот, значит, делаем так. Так, так, так. Так, так. Ой, я торможу. Ой, е-е-е. Ловит мне тут. Ой, бежать! Так, ну я на себя все равно двоих стащил. Там у меня баллистика, да, сделалась? Они попадают в стали. Да. Реально, баллистика настолько же важная, как и наушников. Да. Там, наверное, все закрыто. Закрыто ведь? Да, дырок нет. Ну и все. Кстати, да, опасно. Сейчас она игроков едет. Ладно, главное, что есть седло. Седло по ощущениям в таких ситуациях важнее. Ну что, будем делать и долепить ромбаев. Повоюем ромбаями, а там дальше посмотрим. Малет сделать к беду, это хорошо. Эти ребята не дешевые. То есть он тратит, тратит на это все дело рессы. Викинг 24. Ух ты, такой полуфастым, да, у него получился. Вообще в 1ТЦ играет на Викинге. Так выделено было. Погнали. Да, ромбай очень, конечно, сильный юнит. Очень мне пока нравится, как оно идет. Тут надо сейчас увернуться. Устрела. Заманите на игр поближе. А он не заманивается. Ещё, манахи не добил. Ааа... Ааа... Ладно, очень сложный какой-то микро ромбаями. Я его не понимаю. Ещё, мы можем же релики, да, собрать. Это разрешено. Ну, а старан атакует. Если бы он атаковал этого. Лох упаченного с тремя хп. Может быть бы как-то и убил бы. Так, а давайте прибежим к зелёному. И поможем вот с этими ребятами разобраться. Я только сейчас увидел там замок, да? Ладно, там релики уже собираются. Но мы парочку тоже себе урвём. Так, можно, наверное, сделать следующие апгрейды во время домиков. Тут эта штука пригодится, мне кажется. 4, 5, 6. Они ещё и пробиты. Идея, должен легко их всех забрать. Должен легко всех забрать. Тем более, что он сейчас в рейт-клике на ТЦ. А нет. Ну, сойди, дамыш не такой большой, какая органга. Ну, достаточно, чтобы их всех убить за счёт лучшей массы. Ну, и пока что у моей команды всё классно, потому что здесь его пушат. Фига вам, после постынка ещё и пехоты делает с монахами. Так, красный сдался. Тем, что его закреплили, задаблили. Вот такая вот получилась интересная макроигра на аренке. Ребята не вывезли, начали делать юнитов. Конечно, не то чтобы справились. Ух ты, Мали, здесь даже два замка поставил. Не очень, как мне кажется, крутых, потому что он всё ещё не до конца защищён. Но, тем не менее, мог здесь намасить большую пачечку гбета. Ну, правда, только сейчас начал их доделывать. Но гбета такое. Они очень плотно стоят. Они очень хиленькие. Поэтому они от сплэша рамбаев должны очень сильно разваливаться. Поэтому сама задумка против Бюрмиса мне не нравится. Здесь, наоборот, можно было как-то сделать монкраш, полуфастымп, сыграть как викинг, только замалиться. Вот. И мне кажется, это очень хорошо бы здесь работало против Бюрмиса. Ну, а здесь ребята с конями бы смогли поставить свои форварды и как-то напрягать. То есть, если бы я жёлтого бы здесь не отпушивал, возможно, он бы здесь не дал бы, допустим, форвард, замок бы построить, либо ещё что-то. Такая вот получилась интересная получительная макроигра на аренке. Надеюсь, что вам понравился видос. Поэтому обязательно оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего дня, хорошей недельки и до следующего видео. Всем пока.